Одним из первых участий в выборах принял президент Атарстана Рустам Мениханов. На участок он пришел с супругой в 9 утра. Главу республики, как и других, попросили показать паспорт. Как нам сообщили члены комиссии, Рустам Мениханов оказался в первые сотни избирателей, что опустили бюллетени в урну. После голосования президент подошел к журналистам. Любые выборы это волнение. Конечно, кандидаты, каждый говорит, заявляет о себе. Все говорят только правильные вещи. Но я надеюсь, что победит сильнейший. В фойе главного здания технологического университета казанцы встречали артисты. Здесь в списках почти 1800 человек. Среди них и Чита Шаймиевых. Государственный советник приехал с супругой в 10 часов. После голосования ответил на вопросы журналистов и отметил, нынешние выборы отличаются от думских. Мы уже знаем и еще больше узнали. Всех кандидатов президента, вот сейчас момент истины, момент выбора. Я думаю, что наш многонациональный народ сделает ответственный, самый верный выбор. Председатель госсовета Фарид Мухамедшин с супругой несколько лет голосует в лицее номер 116 и всегда в первой половине дня. Больших очередей у кабинок нет, но люди приходят с самого утра. Много молодежи. Глава парламента пообщался с международными наблюдателями и затем сделал выбор. Премьер-министр Эльдар Халиков проголосовал в набережных Челнах. На избирательный участок он пришел одним из первых, отметив, что жители Автограда сегодня активны, как никогда. Вы знаете, очень приятно, что сегодня не только очень большая активность, как никогда, но, мне кажется, улыбок больше или вот такого. Люди идут голосовать с пониманием необходимости это сделать. Казанцы нынче намного активнее, нежели во время думских выборов, сказал, придя на участок с женой и младшим сыном на руках мэр столицы Эльсур Медшин. Но все же призвал горожан отдать голоса, если еще кто не успел. Сам он выполнил гражданский долг в поселке Петровский. Участок здесь небольшой, тем не менее, даже утром было много народа. Продолжение следует...